Какой сегодня прекрасный день! Я купила себе такие классные сапоги! Я завтра буду самая яркая на вечеринке! Шикарно! И удобные такие! Ну всё, я спокойно. Наряд на дискотеку готов. Скажу маме, что завтра пойду к подруге ночевать. К экзаменам готовиться. А сама пойду на вечеринку! Сестрёнка, ты что, уже вернулась? Это что, новые сапоги она себе купила? Ух ты! Вау, я тоже себе такие хочу! Ну, уже только вы подошли. Это что, 45 размер? Почему она такие огромные носит? Эй, я что-то не поняла. А что это ты мои новые сапоги на себя надела? Да я просто померить решила. Думала, вдруг мне подойдут. Ты ещё вообще-то не доросла, чтобы такие сапоги мерить. Быстренько их снимай. Ну, сестрёнка, ну дай мне, пожалуйста, их найти. Ну, хотя бы один раз. Снимай быстро! Я и так знаю, что ты мои вещи таскаешь. Очень хорошо, что хотя бы мои сапоги тебе не по размеру. А может быть, ты мне купишь тоже такие сапоги, чтобы мне по размеру были? Вот ещё. С чего бы то я на тебя тратилась? Пускай мама тебе сапоги покупает. Ну, хорошо. Я тогда попрошу маму, чтобы она мне купила тоже такие сапоги. И будут у меня сапоги ничем не хуже, чем у тебя. Ну да, купит мама тебе такие сапоги. Да я за них все свои денежки отдала. Эх, мои дочки уже такие большие. А всё никак не научатся за собой посуду убирать. Ой, мамочка, а ты что тут порядок наводишь? А хочешь, я тебе помогу? Конечно хочу. Даже не верится, что ты мне это предлагаешь. А, я тебе, мамочка, редко помогаю. Но сегодня проси всё, что хочешь. Я всё-всё сделаю. Ага. Потом опять попросит, наверное, чтобы я ей что-нибудь купила. Но если ты так сильно хочешь мне помочь, то приготовь обед, наведи порядок и самое главное, почисти унитаз. Хорошо, мамочка, ничего себе, сколько дел. Ну да, ты же хочешь мне помочь? А я пока схожу в салон красоты. А то я уже совсем за собой следить перестала. Ну а если я всё сделаю, мамочка, ты мне дашь денег, чтобы я купила себе новые сапоги? Такие, как у старшей сестры, такие розовые, такие красивые. Ну, конечно же, нет. У тебя ещё старые нормальные. А новые мы купим в следующем сезоне. Ну вот, столько дел мне мама понадавала, а сапоги не купит. Эх, не на это я рассчитывала совсем. А что же делать? Мама не хочет мне тоже сапоги покупать. И сестра не хочет, а я сапоги хочу. Может быть, я смогу какой-нибудь компромат найти у неё в сумке. Если я найду то что-нибудь интересненькое, то чего мама не знает, то смогу я шантажировать. Зеркальце, блеск для губ. Что, ничего интересного? А это что? Ну-ка посмотрим. Пригласительный на вечеринку. Я думаю, она маме точно не собиралась заговорить, что она на вечеринку собирается. Так, сейчас я сфотографирую этот билетик. Теперь-то она мне точно купит новые сапоги. Эй, а ты что, ты моя сумка в герое вся вообще? Да я просто нашла там у тебя кое-что интересное. Нету тут для тебя ничего интересного. А вот и есть. Я видела там пригласительный билет на вечеринку. Ты что, завтра на дискотеку собираешься? А это не твоё дело. Малявок туда всё равно не пускают. Интересно, а мама знает, что ты на дискотеку собираешься? Тебе же нужно к экзаменам готовиться. А вот маме об этом знать вовсе не обязательно. И ты забудь. Я, конечно, могу об этом забыть. Но только если ты мне купишь такие же сапоги, как у тебя. Вот ещё размечталась. Да никогда в жизни. Но в таком случае я маме всё расскажу. Да мама всё равно тебе не поверит. А вот и поверит. Я сфотографировала твой билетик на твой телефон. Эх, ладно. Давай договоримся. Я не могу пропустить эту вечеринку. Ну хорошо. Давай договариваться. Деньги давай мне на новые сапоги. На, держи. А можно сдачу себе оставить? Сдачи не останется. Ага, подожди, сестрёнка. Это ещё не всё. А что ещё? Я когда хотела, чтобы мама мне сапоги купила. И она мне сказала, нужно покушать, приготовить, дома убраться и ещё унитаз почистить. А я же сейчас за сапогами должна пойти. Поэтому сделай, пожалуйста, всё сама. Ну ты же очень хочешь завтра пойти на вечеринку. Эх, чувствую, на вечеринку мне придётся делать новый маникюр. И в кого она у нас такая? Эх, ну и с чего же тут начинать? Чего только не сделаешь, чтобы на вечеринку попасть. Ммм, вкусно получилось. Младшая моя сестра точно бы так не приготовила. Ой, мне же ещё унитаз мыть. Ладно, сделаю это в самую последнюю очередь. Сестрёнка, а ты дома? Конечно, я дома. Столько уборки. А интересно, чем моя сестра занимается, когда она дома одна? Теперь я буду на неё компромат собирать. Сестрёнка, посмотри, какие я сапоги купила на твои денежки. Ой, а что, дома никого нету? Дива, ты дома? Классно. Дома нету никого. Надо Алексу позвонить. Пускай она ко мне в гости приходит. Алё. Привет, малыш. А я дома одна. Ты давай, приходи ко мне скорее, пока мама с сестру не вернулись. Ой, какой день сегодня. Просто замечательный. А я пока новые сапожки померяю. Ой, классные какие. Теперь Алекс ещё больше влюбится в меня. Вау. Круто как. Я такая красивая. Ой, сегодня день какой просто чудесный. А вот и Алекс пришёл. Представляешь, я прихожу, а дома никого нету. Какая удача. А когда твоя мама с сестрой вернётся? Да не знаю. Но надеюсь, что они ещё не скоро придут. И посмотри, какие я себе новые сапоги купила. Ух ты, тебе очень идёт. А куда будем с тобой ходить в этих сапогах? Я не знаю. А куда ты хочешь? Ну, моя сестра завтра на вечеринку собирается. Может быть, и мы уже можем туда пройти. Да нет, ты что? Нас туда не пустят. Там же только 16. Эх, жалко. Что мы тогда с тобой делать будем? Ну, я думаю, мы найдём, чем с тобой заняться. Ну, ничего себе. Она что, в 16 лет уже с парнем встречается? Маме это точно не понравится. Ну, всё. Я объявляю ей войну. Теперь и у меня будет на неё компромат. Эй, а это уже слишком. Ой. А ну-ка прекращайте, хватит обниматься. Сестрёнка, а ты откуда вы появилась тут? А что здесь происходит? Я что-то ничего не понимаю. Да что тут непонятного? Тут происходит то, что не должно происходить. Я думаю, маме не понравятся вот эти фотографии. Сестрёнка, ну ты, пожалуйста, не показывай маме эти фотографии. Не говори ничего. А то она меня вообще гулять не пустит. Да она тебя за это вообще на домашний арест посадит. Ну, Дива, ну пожалуйста, ну не будь ты такой злёчкой. Ну что мне сделать, чтобы ты маме ничего не сказала? Ну что тут делать, что тут делать? Сапоги снимай. Сучим тебе ещё одни сапоги. Тем более, они всё равно тебе маленькие. Вообще-то я хочу их сдать в магазин и свои деньги вернуть. Давай быстрей, быстрей, пока не привыкла к ним. Мне очень нравится, но я не сомневаюсь. Эх, недолго я носила эти сапожки. Купишь себе, когда заработаешь. Через 10 лет. Ну вот, Алекс, а я так хотела сходить куда-нибудь в этих сапогах. Да ладно, не переживай, ты и так красивая без этих сапог. А я что-то не поняла. А ты что сидишь? Иди быстро уборку наводи. Так ты же уже всё убрала. Нет. Вот кое-что я всё-таки не сделала. Иди, чисть унитаз. Ну зачем ты мне сейчас это даёшь? А когда ещё? Скоро уже мама придёт. А, Дива, ты что, сейчас действительно пойдёшь чистить унитаз? Ну конечно, а что мне ещё остаётся сделать? Иначе сестра всё маме расскажет. А, ну ладно, мне тогда пора. Подожди, а когда мы с тобой ещё увидимся? А, не знаю, но может быть увидимся когда-нибудь. Алекс, подожди, ты мне только позвони обязательно. Ну да, после такого, я думаю, он тебе теперь не скоро позвонит. А это ещё почему? Да потому что ты у него теперь всегда будешь с этим ёрщиком ассоциироваться. Да, кажется, не очень хорошая идея была шантажировать старшую сестру. Теперь вместо свидания мне придётся чистить унитаз. А вы, друзья, поставьте, пожалуйста, лайк и подписывайтесь на наш канал Весёлые Игрушки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok